Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам хороший бой на тяжелом французском танке 9 уровня АМХ 50 120. Играет тут Зета и карта Зимний Руинберг. В этом бою будет получена очень редкая медалька и связана она с тем, что игрок уничтожил много танков. Ну и поехал он на зелень, куда же еще деваться этому тяжелому французскому, но очень картонному танку, который естественно в основном любит стрелять по противникам тогда, когда они этого не ожидают. И продвигается игрок вместе с довольно большой группой союзников по зеленке. Засвечивается тут Светляк Т-54 облегченный, ну и получается без проблем его уничтожить. Впереди засвечивается Т-62, он просто улепетывает зеленки, ну похоже на то. И это в принципе очень даже неплохо, так как если там пара противников каких-то стоят на зеленке, то их будет гораздо проще уничтожить толпой. Засвечивается тут Т-10, а также Шпик Панзер. Пока что никто не высовывается, противники явно побаиваются, потому что их меньше, хотя их тоже там прикрывает артиллерия. Ну и решает Зета пойти в атаку. Высовывается Т-10, получается нанести ему урон. Ну и далее игрок переключается на Шпик Панзера и с двух снарядов его отправляет в ангар. Ну и последний снаряд решает тоже реализовать на Т-10. Ну и уходит потом на перезарядку. Т-10 агрится, но француз успевает спрятаться. И в итоге Т-10 тут сливает просто со всех сторон. Тут, конечно, немножечко было опасно. Но все-таки арта есть в этом бою. Могла она тут в корму очень даже неплохо накинуть. Но в итоге получается без потерь абсолютно уничтожить Т-10. Противники явно имеют преимущество в городе и нужно там помочь. Отличным выстрелом Зета уничтожает ИС-4. ИС-7 прячется там попасть и пробить его. Было почти что нереально. Все-таки это Семерка, башня у них весьма крепкая. Но игрок решает немножечко подождать. Наверняка кто-нибудь из врагов высунется. В принципе, тут вполне хороший прострел. И вот как раз засвечивается СТ-1. Получается его пробить в борт. Но далее противники все-таки успевают проскочить. И нападают они там на союзников. При этом союзники даже не вместе никак. Они не могут друг другу помочь. И в итоге противники их разбирают совершенно, скорее всего, без каких-либо проблем. Так что сейчас явно у вражеской команды есть преимущество. Зета возвращается назад. И отсюда он забирает СТ-1. ИС-7, конечно, сложновато пробить. Но попытаться стоит. Второй выстрел. И удачно получается попасть в НЛД Семерки. Арта тут додумалась корректироваться. Но хоть это хорошо. И сейчас надежда только на то, что противники будут играть неаккуратно и самоуверенно. Засвечивается шотная 3-4. Получается отправить его в ангар. Также появляется Охо. И он тоже вылетает следом за 3-4. Но рано радоваться. Противников еще довольно-таки много. Зетов пока что, конечно, сдаваться не собирается. Он тут окопался по полной. И ждет, когда враги будут подставляться. К тому же наш французский танк полностью фуловый. ХП у него предостаточно для того, чтобы отразить атаку противника. Высвечивается тут ИС-3. Ну и, конечно, без проблем удается пробить его в борт. И удается его уничтожить. Также засвечивается там ИС. Сейчас вполне вероятная арта ему сейчас должна тут кинуть. Зета уходит на перезарядку. И сейчас, конечно, очень важно минусовать как можно быстрее противников. Чтобы они не светили тут. Потому как арта все-таки есть, как я уже сказал. И может она очень даже больно накинуть французу. Засветился тут недавно рядом АМХ-13-90. Это, конечно, не очень хорошо, так как он может подсветить свои арки. Да и барабан у него тоже присутствует. Вот он тут прячется. К счастью, арта кидает ИСу. И удается одного выстрела его добрать. Высовывается АМХ-13-90. Получается его уничтожить. Но француз отстреливается, ломает БК. К счастью, была ремка. Ну и также арта очень нехило так накинула на 641 хп. Но зато противников значительно поубавилось. Удалось отразить их атаку. И теперь нужно разобраться с СТ-шкой. Вот она засвечивается. 62-ка. Пытается она уничтожить арту. Зета мажет. Но 62-ка, в общем-то, не успела спрятаться. И получается ее забрать. В итоге осталось уничтожить двух противников. И уже есть 12 фрагов. Наверное, самые догадыванные понимают, какая медалька будет в этом бою. Ну и сейчас, конечно, главное не подставиться, не слиться как-нибудь глупо. Потому как это очень будет печально. Засвечивается арта М-40. Получается, с первой же плюхи отправить ее в ангар. И это 13-й фраг в копилку. Ну и теперь осталось найти британскую артиллерию. Наверняка она где-то тут зашкерилась на базе. И, как я сказал, главное тут осторожность. Ну, пускай союзная шустрая арта едет, подсвечивает. И уже можно будет по ее засвету забрать. Хотя союзники могут 14-й фраг скоммуниздить. И это, в общем-то, будет тоже не айс. Одна союзная арта сливается, засвечивается. Конкуверер. Бат союзный пока что не стреляет. И наш герой приезжает первый. И уничтожает артиллерию. Ну и в итоге победа. Ну и, как вы поняли, тут медаль героев рассеяния. Медаль найдена. Основной калибр, танки-снайпер и воин. В общем, довольно-таки эпичный бой. И на девятом уровне такую медальку получить можно очень-очень редко. 2497 опыта в этом бою. Минус 60 тысяч кредитов. Ну, в общем-то, бой довольно интересный. Спасибо, друзья, за просмотр. Желаю вам удачи. Пока.